Девушки отдыхают Только у того народа есть будущее, Который свято чтит заветы предков. Программа «Традиция». Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии ведущий Владимир Анищенков, за режиссерским пультом Александр Радин. Сегодня без долгих вступлений представляю нашего гостя. Юрий Васильевич Крупнов, председатель движения развития, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, действительный государственный советник Российской Федерации третьего класса, автор многих книг. Если я буду перечислять, это будет долго, но, во всяком случае, две обязательно нужно назвать. Это первая книга «Стать мировой державой», и вторая «Россия между Западом и Востоком». В общем, это продолжение линии Данилевского, насколько я понимаю, мы к этому вернемся. А также практик, разработчик вот именно практических проектов для развития России, но тоже несколько назову только. Новая восточная политика, новый Средний Восток, дальневосточный космический кластер на базе космодрома Восточный, альтернативная усадебная урбанизация, и также демографическая доктрина России. Вот длинное такое представление. Юрий Васильевич, добрый день. Добрый день. Вы знаете, начать бы хотелось вот с чего. Сейчас много говорится о том, что России необходимо встать с колен. Но встать с колен, а на что встать? На что опереться? На какую почву? Очень многие сейчас говорят о том, что наша почва, самая твердая и надежная почва, это именно русская идея. Возвращение к русскости. Вот как вы считаете? Я абсолютно согласен, и я никогда не стеснялся слова «русский» и называть себя русским, и говорить, что я русский, русский православный человек. И тут в этом смысле действительно русский – это настолько великое имя и настолько великая идея, которая, кстати, никакого отношения не имеет к этнической идее. То есть русский – это человек, который служит российской государственности, культивирует тысячелетнюю русскую историю и культуру, русский язык Пушкина, Достоевского. Вот человек, который этому служит, который это любит, который своих детей этому воспитывает и жить без этого не может. Это русский человек. И у русских есть абсолютно очевидное мировое, планетарное, всемирное предназначение. Здесь лучше, конечно, речи Пушкина, Фёдора Михайловича Достоевского не скажешь, о всемирной русской отзывчивости, о том, чтобы русский стал всечеловеком и тем самым преобразовывал, планетарно преобразовывал мир. В этом смысле главная идея русских, на мой взгляд, это, конечно, идея справедливости. И никогда так остро она не нужна сегодня миру, никогда так не актуальна, как именно сегодня это касается и нашей многострадальной Российской Федерации, а лучше России, большой России, и, с другой стороны, всего мира. Потому что, если посмотреть, вот, как бы, на мой взгляд, ситуация, она в мире очень простая. То, что мы говорим, глобальный финансовый кризис, там, распад региональный, с одной стороны, с другой стороны, глобализация, с третьей стороны, все эти арабские весны, Ирак, Афганистан, Югославия и так далее, мы видим полный распад мирового целого. Даже американцы, как бы там к ним не относиться, они что-то пытаются удерживать, но, естественно, ничего это не получается реально, кроме какой-то направленной дестабилизации. По сути, мир разрушается, и, по сути, в мире нет мирового порядка. И вот миссия русских, с моей точки зрения, русская идея – это внести в мир, начиная со своей территории, если нет о том, что там куда-то в Африку, а на своей территории бардак, внести в мир идею справедливого мирового порядка в интересах всех исторических народов, всех традиционных религий, традиционного движения вперед. Вот это, на мой взгляд, самая главная идея, и кроме русских, просто ее сегодня никто не способен делать. Если говорить в таком, ну, в хорошем смысле, формально-экономическом плане, то это просто гигантская мировая несправедливость в экономическом плане. И при этом мы понимаем, что мир, собственно, и так, совсем опять откровенно говорить, сходит с ума, потому что, ну, представьте себе, там, в афганских где-нибудь совсем горах, сидящих, большую семью сидящих у телевизора с тарелкой, и они живут на 2 доллара в день или на 1 доллар даже, или в Центральной Африке, и они по этой тарелке смотрят там церемонии Оскара из Лос-Анджелеса и горные дома, или там наши какие-то гламурные тусовки и так далее. И понятно, что дети, которые из года в год в этой нищете смотрят эти тусовки, помимо того, что они туда тоже хотят, потому что это красиво, завлекательно, но они вместе с тем, понимая, что большинство не попадет, с удовольствием хотят просто взорвать все эти тусовки, не разбираясь, кто там хороший, плохой, мужчины, женщины, дети просто хотят это все взорвать. Поэтому, если мы хотим, чтобы просто еще помимо такого коллапса социально-экономического произошли просто коллапсы бесконечных таких взрывов, поясов, шахидов или еще что-то, то мы, значит, будем надзирать спокойно. Если мы не хотим этого, если мы без всяких преувеличений хотим спасти мир, и русские призваны к этому, то, мне кажется, мы должны выдвигать идею справедливого мирового порядка, показывать это образцово, показать на своей территории, на своем Дальнем Востоке, в своей Костроме, на своем Кавказе и так далее, и тем самым начинать реализовывать нашу миссию. Юрий Васильевич, вот здесь Вы очень высокие такие идеи сейчас сказали, но, я обращаю внимание, это уже давно тянется, в русском народе теперь, знаете, такое, как бы, оправдание, вот когда начинает разговор о русскости, о русском, то начинает сразу оправдываться, что это не национализм, что это вот мы общая такое, у нас общая мировая идея, это правильно, но, с другой стороны, вот какое-то само, что ли, само принижение уже, получается, у нас внутри находится, а ведь если до тех пор, пока мы не почувствуем вот эту настоящую твердость своей русскости, то даже вот эти вот высокие идеи, о которых Вы говорите, они будут неосуществимы. Так а только мы через эти идеи почувствуем русскость, потому что я вообще считаю, что слово национализм, национализм, оно абсолютно к русским неприменимо, и сейчас то, что происходит, и русских пытаются через русский национализм запихнуть в этнизм, понимаете, как мне один замечательный очень человек, хороший очень журналист, на круглом столе говорит, ну как так, вот у татар есть Татарстан, а у русских нет своей республики. Я говорю, да Вы что, говорю, Вы что хотите, чтобы у русских был Русистан? Мне Россия вся минимум нужна, Вы что, какой Русистан? То есть я в этом смысле, я прекрасно, я просто знаю людей, русских татар, русских евреев, русских чеченцев, людей, которые русской культуре служат, зачем нам себя убирать до одного из этносов, когда мы не просто государство, образующий народ, но мы и собирающий другие этносы народ, там это не вопрос насильственный, это вопрос, как один руководитель образования московского рассказывает, спрашивает собеседование в гимназию, чеченская семья пришла, много детей, и мальчика спрашивают, там, третиклассника, ты кем, говорит, хочешь быть, ну там, космонавтом или там туда, он говорит, русским, то есть в этом смысле, что имеется в виду, что он хочет быть, прекрасно говорить на русском языке, быть полностью воспринимаемым адекватно элитой культурной в Москве, в России и так далее, ну это и есть прекрасная, так сказать, суть, но это же не этнизм, то есть русский, русский, и, кстати, вот мой учитель и выдающийся, я считаю, мыслитель, безусловно, Вадим Ильянович Кожанов, вот он, даже я помню, мои товарищи брали у него интервью, вот какая русских национальная идея, да, и он очень так резко достаточно высказал, что вообще никакой национальной идеи, то есть какая национальная, русский это не национальное, то есть это, при этом это не значит, что это отказ от себя, это наоборот, и я-то считаю, что просто русский националист, кто это такой, вот в таком варианте уже не высоко, не патриот, националист как патриот, а вот русский националист, который везде кричит, что русские обижают, что русские должны туда, это человек, который просто слабый, он уже не верит в русский, он говорит, Знаете, русских там 20-й век подкосил, у русских нету энергии больше, где нам взять пассионарность? Вот не знаете, под столом нет там нашей пассионарности или еще нет? Это она выше. Нет, и поэтому я говорю, то есть я даже в этом смысле, мне очень нравится мысль Владимира Соловьева по поводу того, что идея нации есть не то, что она сама думает о себе, а то, что Бог думает о ней в вечности. Но я бы идею слова нации заменил на слово народ. То есть народ мы, русский народ, вообще нам надо поменьше болтать о том, что там нас обижают или что мы там думаем. Господь всей истории нас просто уполномочил решать мировые вопросы. Кстати, это идея Чаодаева, которую часто обвиняют в западничестве и который опять же Коржинов прекрасно показал, что он прежде всего показывает миссию, всемирную миссию русских, где это никакого отношения не имеет с растворением русских в мировой революции, с этой идеей, приписываемой Троцкому о том, что русские это дрова, так сказать, поленье, разжигание костра мировой революции. Спасибо. Наоборот, наоборот. Вы просто представьте себе, вот что-то Сикорский, Толстой, Достоевский, Пушкин, понимаете? Вот представьте Пушкин, который за границу не выезжал, не выездной, да? Вот представьте, Пушкин оказался бы сегодня, 200 лет назад, вот в Нью-Йорке, в Лондоне, в Москве, где угодно, в Эфиопии, да? Все там, откуда его предки, часть его предков. Вот я, например, абсолютно понимаю, что Пушкин был абсолютно органичен и был бы первым по своей искрометности, по своей, так сказать, сметливости, по своему пониманию происходящего и так далее, понимаете? Вот это русский. Пушкин, как сказал Достоевский, это русский человек в его развитии через, Гоголь сказал, русский человек в его развитии через 200 лет, понимаете? И в этом смысле вопрос русских очень опасный, два края. Один, это, как вы точно очень сказали, растворение, так сказать, как бы, вот это россияне, дорогие россияне, там и так далее, все это россиянство, вот эту нацию выдумывают, россияне, российская нация, это очень вредная идея. И я считаю, вот эта концепция межнациональных отношений, которая сейчас была в декабре подписана президентом, это крайне вредная, разрушительная для страны концепция, где, по сути, идея культивирования меньшинств, где русский так заман, там, чуть какой-то системный народ, что-то такое сказано, там, чтобы как-то так обозначить, мол, вы тоже тут стояли и так далее. Но, абсолютно неадекватно, но главное, что русские переводятся в разряд одного из этносов, из почти 200, здесь на территории России, которые там 200 бегают разных этносов. А русские, это вот один из этносов. А дальше, действительно, Русистан, а дальше другая противоположная позиция, это Русистан, мы русские, мы отделим Кавказ, Среднюю Азию, слава богу, по Солженицыну уже, по его, как обустроить Россию, уже отделили. И Солженицыну тоже писал, и Кавказ надо полностью отделить, понимаете, потому что это у нас все, а вот мы со славянскими народами, там, с украинцами и с белорусами обнимемся и заживем счастлив. Вот, это все чушь, это предательство нашего исторического пути, понимаете, русские это те, которые большую Россию в границах 13-39-40-го года, понимаете, это большую Россию, это кровь, это, мы придаем эту кровь, мы придаем этот дух завоевания, эту реальную, они болтливую пассионарность, поэтому русские не должны ни в коем случае, безусловно, растворяться, русские не должны замыкаться и превращать в какой-то псевдоэтнос, так сказать, боящийся всех всего там, на все обиженное и прочее. Вот, русский мировой народ, мне, кстати, вот я очень часто не соглашаюсь с отцом Севолом Чаплином, по ряду его реплик, замечания, да, но я помню, меня просто поразило, очень нравится, я все время повторяю, в одной из статей в «Независимой газете», по-моему, в 2001 году, он очень прекрасно написал, что вот там русские должны туда этим заниматься, этим не должны, он говорит, нам, русским, говорит, до всего в мире есть дело. Вот, на мой взгляд, блестящая какая-то такая искренняя, очень глубокая мысль отца Всеволода в том смысле, что просто, ну, действительно, мы русские, мы мировой планетарный народ, мы планетарная преобразующая сила. Мы должны просто понять, что весь мир развалимся, и мы с ним, если мы этот мир не начнем преобразовывать на принципах справедливого мира и порядка. Вот, просто это надо понимать. Кавказ будет кровоточить, Афганистан будет нас кормить героином, так сказать, просто под завязку, понимаете, ничего не изменится, если мы не начнем это преобразовывать. Уважаемые слушатели, я напоминаю, сегодня в нашей программе традиция принимает участие председатель движения развития Юрий Васильевич Крупнов. И, развивая Вашу мысль, Юрий Васильевич, действительно нужно сказать, что вот то, о чем сейчас Вы говорите, это стало естественным состоянием русского человека. И, причем, те национальности, которые живут сейчас в Российской Федерации или в Большой России, может быть, правильно, как Советский Союз, может быть, так назвать, они как раз и уважают у нас именно русскость. Конечно. Чем крепче вот это будет стержень именно русскости, тем они более притягательны для наших окраин. Абсолютно согласен. Да, и здесь вот, опять же, продолжая Вашу идею, нам именно вот в этом направлении и нужно двигаться с такой мощной национальной стержень, как объединение всей России. Ну, и, опять же, продолжая Вашу мысль, и для мира это будет образцом. Конечно. Потому что вот все мировые империи, которые были, там и Римская, и многие другие, Британская та же империя, они построены совсем на других началах. Вот, Владимир Владимирович, просто перебью Вас, но тут моя любимая мысль как раз просто, ну, тут с Вами полностью мы совпадаем абсолютно, потому что, во-первых, я считаю, что Россия, даже называясь с 1721 года, когда была, как бы, Петр I был интронизирован как именно император, да, императорская Россия до 17-го года. То есть, несмотря на этот период чисто императорской официальном виде в конституционном, так сказать, да, вот, но, в принципе, Россия не империя, или, как говорят правильно, неправильная империя, потому что абсолютно на других принципах. Вот, митрополия всегда живет не лучше окраин, так сказать, это как минимальное, да, но главное в том, что, опять же, гениальный Вадим Ильянович Коженов, как писал, ну, уж если Россию называть тюрьмой народов, то Европу кладбищем. То есть, даже если называть тюрьмой, ну, потому что все народы, все народы, в 300, в 400 человек, там уж я не говорю о больших народах, да, они все сохраняются, понимаете? Вот, поэтому в этом смысле ситуация очень простая, вот, как бы, наша базовая ситуация. Мы, мы находимся в том моменте, когда у нас есть все возможности жить полноценной жизнью, на самом деле, так, мы, мы должны четко, четко понимать, где здесь вот именно эта русскость, как вы очень точно сказали, потому что мы никому в мире не нужны, как какие-то другие, как россияне, какие-то абстрактные, так, никому не интересны, Russian, там, неважно, узбек приехал из постсоветского пространства, татарин приехал, еврей, Russian, и дальше говорят русская мафия, там, хотя там русских часто не найдешь, там, еще как-то и так далее. Мы интересны, как Russians. И второй момент, наоборот, что мы не интересны, как, скажем, ну, какой-то малый народ, который, там, пишет письма в ООН, что его обижают, там, условно, туда, потому что говорят, слушайте, ну, это какие-то такие странные, уже точно какие-то не русские, но у них лейбл русский. Да, совершенно верно. И здесь, может быть, вот это, если мысль принять, вернее, порассуждать насчет мысли России тюрьма народов, то в реальности Россия – это семья народов. Да, конечно, конечно. Пушкинская, кстати, мысль. Мысль, да. Ну, здесь вот теперь, все-таки, переходя к нашему современному состоянию, надо сказать, что вот все, что мы сейчас об этом говорили, это все-таки больше мы говорим об идеальном, как должно быть и как было в прошлом. К сожалению, нынешнее состояние нашего общества и страны не позволяет нам сказать, что да, это так. Потому что действительно сложная ситуация, и многие вот новости даже последних дней, в том же Ставрополье или там на Северном Кавказе, говорят о том, что как раз происходит сжимание и откат вот от этой главной идеи. Вы правы, абсолютно. Вообще, я сейчас просто очень много стараюсь как-то анализировать ситуацию в Ставропольском крае, очень тесно поддерживаю контакты с наиболее интересными людьми в Ставропольском крае. Это сегодня, я считаю, ситуация номер один вообще в стране. То есть, там понятно, есть подогревание всех вопросов, там специальное нагнетание митинговых страстей дополнительных и так далее на мыске. Сейчас вот, не дай бог, что-то в самом Ставрополе будет, потому что вчера трагедия произошла и зарезали парня казака, причем рукопашника мощного, ну просто, так сказать, совершенно, как показывают все свидетели, совершенно несправедливые. Там драка завязалась по инициативе, скажем так, приезжих, группы которых было в три раза больше, и один из приезжих выхватил нож, так сказать, в этой драке просто совершенно, они же и завязали драку, и они же, по сути, вот так себя повели. Поэтому, не дай бог, еще сейчас в Ставрополе тоже не на мыск превратится, начнется раскачивание лодки. Но, вы очень правильно сказали, самое главное, что происходит, это то, что соседние республики, в том числе тот же Дагестан, где рождаемость значительно выше, например, да, просто, они в каком-то плане находясь в ситуации, когда совсем нет производства, когда гигантский недостаток рабочих мест, нужно всем жить, расти. Просто соседние республики, а в том числе и бизнес соседний, и в том числе используют дотации, которые дает федеральный центр, которые отмываются и переводятся в частное владение, ну, так мягко выражаясь, по сути, воруются. За счет этого Ставропольский край сегодня активно скупается, активно просто осваивается, активно осуществляется экспансия. И эта ситуация, она абсолютно не региональная. Меня в этом смысле потрясли сюжеты по «Россия-1» телеканалу, перед Новым годом было три сюжета, и вот на прошлой неделе, даже на этой неделе, во вторник, была передача у Мамонта в Аркадии, специальный корреспондент, как бы все показывает, все много чего верного, но непонятен ли это мотив, говорят, типа, ну, вот региональные власти не справляются. Да, с этим они не могут. Ну, это 25 лет минимум процессы идут, четверть века в таком, в очень интенсивном виде, да, гигантские именно порушения всей правоохранительной системы, потому что то, что в Невиномыске было, чеченец зарезал, там русского два брата зарезали, их не могут найти даже, где они находятся, их отпустили, по сути, упустили. То, что вчера произошло в Ставрополе, то есть правоохранительные органы, тоже МВД, оно просто не работает. И там другое, то люди, что говорят, там, их купили, что они ничего не могут, что они боятся, там, в соседнюю Чечню, говорят, боятся ехать, поэтому, говорят, и не едут, да. Я сейчас не обсуждаю, как на самом деле. Суть-то не в этом, суть в том, что эффективной работы правоохранительных органов просто нет. Но это федеральный центр. И федеральный центр, меня удивляет, вот эти все разговоры, там, местная власть, туда-сюда, но помимо того, что явно это чей-то заказ просто сбросить нынешнего губернатора, это как бы отдельная тема. Я не за губернатор, не против, но там свои игрищи идут, да. Но меня удивляет дикое непонимание федерального центра вот этой абсолютной первостепенности, приоритетности проблемы на Ставрополе, когда должен быть Совет Безопасности каждую неделю собирать. Должны быть форсированные инвестиции именно в промышленность и именно в развитую промышленность в Ставропольском крае, в том числе для того, чтобы, скажем так, русские, вот в таком и в узком, и в чуть более широком смысле, которые готовы профессионализироваться по сложным отраслям, чтобы они становились первыми и зарабатывали самые большие зарплаты не потому, что кто-то кого-то выдавил из магазинчика на бытовом уровне. Или чья-то отара кого-то там выдавила, зашли ночью три брата, сказали, ты уходи лучше там, так сказать, будет тебе лучше, нам лучше, у нас овечки пастись должны и так далее, да. А чтобы это был вопрос, кто лучше сделает, условно, самолет, электронику и так далее, давайте там соревноваться. Но вместо этого федеральная власть абсолютно бездействует, правоохранительные органы никакие в лучшем случае, если не хуже, понимаете. И меня вызывает удивление, где наш премьер, где наши министры вообще и так далее. Но это показывает, а дальше начинаются всякие спекуляции на тему русскости. Дальше говорят, ну да, вы знаете, профессионарность исчезла у русских. Так вот уже, то есть я называю это стратегией хосписа. То есть мы уже приговорены, мы умираем, ну вот так вот случилось. Дальше начинают Льва Николаевича Гумилёва, замечательного нашего мыслителя, привлекать. Говорят, ну вот Гумилёв уже писал, есть там молодые нации, есть старые, мы уже старые, тысячу лет пожили, нам пора и умирать и так далее. Понимаете, то есть теория замечательная такая, я это называю сценарий хосписа. Я, конечно, провожу сценарий мировой державы, но вы правы абсолютно, мировая держава и всемирность русских – это не абстрактное растворение. А это в том числе на своей территории, в данном случае, стратегически абсолютно значимого Ставропольского края осуществлять мировое действие. Сегодня весь федеральный центр должен, убрав коррупцию, просто не отстреливая, но по крайней мере выкидывая из всех финансовых потоков коррупционеров и тех, кто хочет просто присосаться к деньгам, должен резко поднять форсированно Ставрополь. Понимаете, это не вопрос Ставрополя, это не вопрос даже Северного Кавказа. Это вопрос всего гигантского региона и Большого Кавказа, то есть между Каспием и Черным морем, где Иран и Турция, вот это игроки, так сказать. Но это и вопрос всего региона, где и Сирия уже возникает, и Северная Африка, откуда пошли эти революции, и Афганистан – это то, что американцы проектировали 30 лет назад и назвали Большим Ближним Востоком. И мы, мы, то есть 30 лет американцы стратегически, это я называю их бензоколонка, так сказать, да, потому что там серьезно, очень углеводородные основные запасы, они это контролируют и для себя, чтобы было, а с другой стороны, чтобы это не шло в Китае, в Европу. И все время они, чтобы могли закрыть кран, этот замечательный крантик, да, то есть раз вот вы Европу не так немножко, там не поддерживаете НАТО, плохо финансируете милитаризацию, мы вам чуть краник, там какую-нибудь микрореволюцию устроим и прочее. Поэтому Ставрополь – это планетарная точка для планетарного действия федерального правительства. И еще раз повторю, вы абсолютно с вами согласны, планетарное действие – это не означает размазанное по Вселенной нигде. Это прежде всего на своей территории. Это так же, как Дальний Восток, мой любимый, я считаю, геополитический в стратегическом плане, регион номер один. Так же мы должны там показывать, создавать центр мирового развития. Вот наше планетарное действие. – Хорошо. Уважаемый слушатель, я напоминаю, сегодня в нашей программе «Традиции» принимает участие председатель движения развития Юрий Васильевич Крупнов. И здесь то, что сейчас вы рассказываете, и все эти события, происходящие буквально сейчас в наши дни, вспоминается о событии четвертьвековой давности. Тогда тоже центр, союзный центр, он пытался отстраниться от тех проблем, которые начинали возникать на окраине. Там Карабах, Прибалтика. Как-то думали, что вот Самов, что ли, рассосется. Но, как видите, рассосалось так, что страна распалась на несколько частей. И сейчас положение такое же. Если так отстраняться и перебрасывать все на региональные власти, а это совершенно верно, это не региональная проблема, это проблема общероссийская. И если шире смотри, то действительно общемировая проблема. Если вот на этом рубеже руководство страны осознает, на что нужно опираться, то тогда и будут решаться вот эти и региональные проблемы Ставрополья, и будет образец, как действовать во всех других случаях. Совершенно согласен. Совершенно согласен. Мы должны четко понимать, что вот мы живем в 2013 году сейчас, когда именно как раз вот с базовых этих перестроечных процессов прошла четверть века. То есть у нас уже есть, ну такой, не то чтобы многовековой, но все-таки серьезный исторический кусок, четверть века. И вы очень правильно говорите, я вот сейчас сразу мысль пошла, потому что действительно я вспоминаю и Карабахи, и тоже там, что и в Чечне было, и вся эта Кавказ, и так далее, все вот эти процессы. И действительно не просто это похоже, это уже на другом как бы уровне, с другой сжатостью пространства, но по сути воспроизводится все то же самое. То есть мы на те же грабли с той же, так сказать, молодым задором наступаем, и будет все то же самое. Вы правы абсолютно. Нам надо действительно брать вот этот 25-летний отрезок времени для того, чтобы начинать вообще понимать, что происходит. Поэтому вот проблема. То есть проблема, и понимаете, в этом плане я-то вижу центральную сейчас проблему русских, вот если хотите, как именно планетарно-всемирного народа. То, что у нас госаппарат и государство, оно по сути вообще отстранилось. То есть непонятно, кого обслуживает госаппарат. Понимаете? Причем обслуживает, я имею в виду, не в лакейском ресторанном виде, безусловно, а речь идет в другом. Речь идет в том, что, ну вот вы правильно говорите, вот 25 лет назад. Да, мы помним, что, например, 25 лет назад нас заставили, там, обидятся на меня многие, пусть обижаются, но нас заставили, помимо там политического заявления об Афганистане, что не надо было вводить войска и так далее, как бы на этом раздули. Помимо политического заявления якобы там преступности пакта Молотова-Риббентропа, который реально спас и мир, и не только СССР, Россию, но и мир и так далее. Но еще и третье, помните, это, так сказать, закон о репрессированных народах и реабилитации. Понимаете, это же, в принципе, в конце 50-х годов, я сейчас не обсуждаю, что было в 44-м году, так сказать, и так далее, но в конце 50-х годов оно, по сути, все было так или иначе во многом возвращено назад. И те же чеченцы, они гигантски росли по количеству, и там все было в этом плане нормально. Но надо было обязательно в 89-м году съездом народных депутатов СССР принимать эти политические заявления, продавливать эти законы. Я читал недавно опять, там опять фамилии Яковлева, там, ну, Горбачева и так далее, которые все это педалировали постоянно, как центральные моменты. Вот, знаете, страна СССР, нефть падает в непонятном состоянии, перестройка уже не удалась, очевидно. И центральный вопрос, центральный вопрос, это вопрос о репрессированных народах. И где, в принципе, я, родственники которого, двоюродные дядьки, дед, погибли, один трижды кавалер ордена славы, другой звезду не дали, так сказать, уже дали ему, так сказать, через 40 лет, через 45 лет, после того, как война была, там, первый раз не дали и прочее. Я должен в итоге еще виниться и извиняться перед всеми в 89-м году. Но теперь посмотрите, в прошлом году что утвердили? Вы утвердили концепцию межнациональных отношений, где опять сказано, что якобы межнациональный вопрос, он ключевой. Понимаете, а почему здесь, что он ключевой? И говорят, что малые народы, надо им помогать, меньшинство национальное, особенно диаспора, их надо помогать, устроить культурные центры, программу давать и так далее. Возникает вопрос, вот эти меньшинства, которые сидят, скажем, в этом совете рядом с президентом, а кого из них там обижают? Вот там, например, есть представители татарского народа, да, вот они, кто их, вот татарский народ, который я вот, честно говоря, ну, очень люблю и просто у меня огромное количество друзей и все, ну, кто их обижает? Просто мне скажи, так они сидят и говорят, как надо укрепить, как туда, и не явно то, что Сурков, там, 10 лет назад запустил русский фашизм, и не явно за этим стоит, что есть то же самое, что Сталин выговаривал двум известным великодержавникам. Это поляку Держинскому и осетину, грузину Сталину, что они русские великодержавные держимодные, понимаете? То есть, на самом деле, повторяется все один к тому, что принимается концепция, подписывает ее президент, где говорится, что у нас проблема, что у нас проблема с меньшинствами. Меньшинства обижают, понимаете? Вот, а, ну, как бы при этом, естественно, соплями замазывается вопрос, кто обижает? Ну, мы же все понимаем, кто обижает. Эти вот поляк Сержинский и грузин Сталин, которые русские держи морды. То есть, русский фашизм, там, не явно еще что-то, или там, как, значит, сейчас пытаются православие загнать тоже, и московскую патриархию разными провокациями, чтобы появились свои фундаментальные такие православные, там, ходили бы с палками, там, по улице, с хоругвами, в метро, условно, там, изображая каких-то фундаменталистов. Так делали политические слабые. Хотят сделать какой-то кусок политического православия, чтобы потом говорить, смотрите, какие несовременные, вообще, чуть ли не с поясом, там, шахиды, так сказать, да, все эти православные. То есть, специальные провокации сейчас, где нет у нас в стране межнациональных проблем, нету, работать негде молодежи, есть проблемы преступности, где не наказываются преступники. Манежка, какая там национальность, там не было национальности, там прошло три месяца после уже выступления на Манежной площади, а ни МВД, ни Следственный комитет России, ни премьер-министр, ни президент, и странички не написали по существу, что произошло, кто отпустил тех, кто убил Егора Свиридова и так далее, понимаете? То есть, никакой ясности, полная мутность, абсолютная безответственность, переваливание одного министерства на другое, каких-то там огрехов, и абсолютно невнятное бормотание первых лиц государства. И говорят, там вот, знаете, там такой национальный конфликт, какой там, там не национальный конфликт, а конфликт справедливости, вот той русской идеи, которую русские отстаивали и будут отстаивать. И в этом смысле я не понимаю федеральный центр, потому что, я прошу прощения, но вот говорят там, мне говорят, там русские там слабые, непассионарные, но я просто могу сказать вполне ответственно, и в том числе по поводу Ставропольцев. Если так все дальше пойдет, то вы увидите эту русскую пассионарность, понимаете? Но когда уже шашки пойдут, и в том виде, вы этого хотите? Русский, я говорю, русский джихад, он очень простой. Сначала люди пьют, спиваются, колются и так далее, а потом берут колья и начинают наводить порядок. Вы хотите довести до этого порядка, так сказать, да? Либо давайте сейчас порядок делать в прекрасных индустриях, в прекрасной социокультурной сфере, в прекрасных школах, в прекрасном образовании, здравоохранении. Вы как выбираете? Я не понимаю федеральный центр. Да, вопрос стоит открытым. И на этот вопрос мы тоже приглашаем попытаться ответить и наших радиослушателей. Осталось еще некоторое время, поэтому вы можете, уважаемые слушатели, подключиться к нашему разговору. По телефону 495-629-0873. Я напоминаю, в нашей программе «Традиции» принимает участие председатель движения развития Юрий Васильевич Крупнов. Юрий Васильевич, вот выход вы все время из этой сложной ситуации все время подводите к тому, что необходимо развитие. Но, вот видите, уже подключился наш радиослушатель, поэтому давайте мы послушаем вопрос и продолжим нашу беседу. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, это Елена Москва. Вы знаете, что говорить о фашизме, когда фашисты сидят в верховной власти? И у кого вы не назови, это все фашист, потому что вся их деятельность направлена на уничтожение государства. Спасибо, но вот видите, как раз об этом радикализме, о чем вы сейчас говорили, что если не решаются вот эти фундаментальные вопросы для государства, то, естественно, вот это желание восстановить справедливость, оно приводит к действиям уже… А что остается? А что остается? Что остается, да. Вы знаете, ведь это Путин говорит, мне не нравится это сравнение с крысой, конечно, никак, да, но это же Путин говорил, например, что нельзя крысу загонять в угол, потому что она будет бросаться на вас. Ну так, уважаемые федеральные власти, уважаемые наши руководители, так вы занимаетесь реальными проблемами, чтобы не загонять ситуацию в угол, понимаете, где вам не удастся ОМОНа навозить, так сказать, со всей страны, потому что ОМОНы тоже уже могут в любой момент что-то с ними может произойти, поэтому в этой ситуации я абсолютный государственник, я абсолютно за стабильность, я абсолютно против всех этих оранжево-болотных, так сказать, беспорядков и прочих, и смут, но надо же все-таки понимать, куда это все придет. Причем вот такой крен в решении этой проблемы почему-то основывается больше на чисто экономических проблемах, а упускать-то самое главное, самое главное. Вот когда, и вот в самом начале мы сказали, что есть стержень вот такой государственнический в человеке, вот такие люди, они, вот между ними не будет, это межэтнических столкновений. Пусть один человек там русский, другой чеченец, но если вот есть государственные стержни у обоих, то все проблемы будут решаться. Поэтому здесь главную проблему нужно переносить все-таки на решение вот такой стабилизации державообразующего. И чтобы было большое у всех, очень сложное, увлекательное, серьезное русское дело, в которое место всем найдется, которое требует напряжения, но которое понятно зачем. И следующий звонок принимаем, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я вот думаю, что в хорошем смысле надо руководителям и всем национальностям испугаться, потому что если вот сейчас все держатся на русских, и это не большие слова там, вот мы такие прекрасные. Дело в том, что посмотреть, как люди направлены, то перспектива, если не дай бог, что с русским становится, идет все развал, и этот развал бьет по национальностям, по управленцам, по всем. Он будет бить хоть во втором поколении, хоть в третьем, и просто им надо испугаться, потому что то, что вещевают, вот ой, вы послушайте, мы вот должны вы что-то сделать. Они ничего не будут делать, пока не испугаются, понимаете, в хорошем смысле слова никто их не пугает. Но в том смысле, что должны беречь сейчас идея, каждый должен беречь русского, помогать русскому, и не бояться русского, а бояться того, что он останется без той кормушки, которая вечно его постоянно лелеет и холит. Ну, видите, какая мысль. Я согласен абсолютно, на мой взгляд, очень глубокая мысль, и она, Владимир Иванович, как раз вот в вашей любимой логике, которая мне очень нравится, тоже исторической преемственности, традиционного движения нашего. Почему? Потому что ведь то, что у нас сохранены, по сути, все народы, а более того, у нас приумножаются народы. У нас же отрицательная демография по всем в узком славянско-этническо-русском смысле каком-то, да, у нас везде до сих пор дико негативная демография. В национальных республиках у нас позитивная демография. То есть, в этом смысле, и это было, кстати, и, опять же, и после войны, несмотря, вот, допустим, те же чеченцы, ведь они росли по населению, понимаете? Я просто к чему это говорю, что к тому, что залог их существования – это наличие российской государственности, зиждителем которой являются русские, где русские – это не этническая категория. Это может быть и, так утрирую, полуэфиоп Пушкин, понимаете? Кто еще может быть более русским? Но настоящий русский. Конечно, понимаете, это любой представитель любого нашего народа, потому что, когда человек служит России, знает, любит русский язык, воспитывает своих детей как русский, не теряя своих корней, никто не говорит, забывая свой родной второй язык и так далее. Это и есть русский человек. Так, и принимаем следующий звонок, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, не стоит забывать метафизику происходящих событий, потому что любые войны, они основываются, имеют религиозную подкладку. И вот сегодня вы слушали воспоминания князя Живахова, где он описывал, как уничтожался русский народ. Этой революцией было не какое-то там восстановление справедливости, а просто уничтожение русских. И вот до сих пор это идет, потому что здесь русские хрестоносители, это единственное, они поддерживают православную веру настоящую. И их нужно уничтожить. Вот из чего исходит вся эта мировая закулиса, которая дотянет руки и к нам сейчас. Спасибо. Кто нам мешает? Поэтому я считаю, абсолютно понимая переживания нашей слушательницы, то, что она сказала, и соглашаясь с ней, но я считаю, что надо играть в русских как силу, планетарную силу и себя самого вводить из этого марева, так сказать, обиженных, несчастных, загнанных в угол, в тупик и так далее. У нас гигантские силы, у нас гигантские, у нас в конце концов как бы там 80%, 78% там можно спорить, неважно. Но давайте мы начнем просто свои не права абстрактной виде прав человека отстаивать, а давать миру право на развитие и себе право на развитие, тем самым увлекая все другие народы. Что мы-то такие слабые? Вот я в этом смысле, еще раз повторяю, я считаю, русский национализм в таком узком смысле и во многом в искусственном, это именно неверие в русских, неверие в Россию, неверие в свои силы. А после этого начинается обиженность подросткового возраста. И еще один звонок, может быть, уже последний в нашем эфире. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте, говорит Москва. Ну, спасибо за передачу, хотя и редко очень идет защита, вот как вот со стороны Крупнова, в таком масштабе, что действительно русский народ – это великая сила. И, конечно, кто в этом виноват, это время покажет. Я что хочу сказать, что ведь надо беречь, конечно, и русский народ, и русский язык, что называется, и русскую землю. Вот, например, сегодня была передача «Как обращаются с Воронежской землей», так же, как и в Москве. Ведь все мы видим прекрасно, как снимается земля даже в Подмосковье ближайшем и куда-то отправляется. А в Воронежской, тем более, в Германию сказали, разве это можно? Мы должны встать вот так, ручки, в стороны, как вот эти говорили прибалтийцы, когда они не захотели что-то там с нами, да? Они встали в круги, там вот эти прибалтийцы, встали в круг, и, мол, мы защитим тебя в этом смысле, земля наша любимая. А мы почему не можем? Вместо асфальт кладут, кладут уже, наверное, гора в Москве асфальта. Где Собянин? Где вообще мы сами? Где мы что, не понимаем? Спасибо, спасибо. Ну, это очень хорошая мысль, видите, как… Ну, вы знаете, ведь действительно, мы, во-первых, еще и такие интересные юбилейные у нас сейчас дни и 70 лет нашей планетарной великой победы под Сталинградом. Сталинградом, потому что это планетарная победа, это не местные бои, не Советский Союз значения, это планетарная победа. Поэтому улицы-то называются во всем мире Сталинградские не потому, что это просто так ради русских или еще что-то, а потому что люди просто, ну, как условно говоря, какое-то природное там астрономическое явление, такое же явление, когда мы сломали хребет, по сути, германской, самой сильной, самой мощной, самой профессиональной на тот момент армии под Сталинградом. А в 42-м, напомню, как раз самые тяжелые дни, в 42-м году, который во многом даже был страшнее часто, чем 41-й, как раз был известный приказ «Ни шагу назад». Вот, я абсолютно согласен, нам сегодня все, надо упираться, но надо перестать себя обиженно строить. Нужно начинать ставить жестко вопросы, очень корректно, но очень жестко, и ставить эти вопросы с точки зрения, почему государство не делает это, почему государство не строит то, почему государство сдало авиапром, почему государство разрушило машиностроение, почему государство уходит из всех отраслей, почему государство сокращает сеть здравоохранения и садиков, и школ. И в этом плане нужно ни шагу назад стоять, встать, и сейчас нужно объявлять линию, вот то, что я считаю, это нужно идеологию развития, нам идеологию подъема, идеологию планетарного дела, вот нам нужно сейчас объединившись, навязывать всем, в том числе и нашим элитам, избалованным, извращенным, трижды, четырежды перекупленным, так сказать, в олигархическом угаре находящихся. Но их тоже мы должны, просто если хотите, перевоспитывать, переделывать, перевербовывать, и у нас должно быть на это силы. Я очень надеюсь, что те люди, которые сейчас в состоянии управлять государством, что вот эти вот мысли, они станут для них основными. Вот последний звонок, слушатель не назвалась, она сказала «Москва», но, может быть, это даже символично, что она сказала о защите русского языка, о защите русской земли, и главное, что русский народ – это великая сила. Вот опираясь на это… Буквально одно слово, Владимир Владимирович, помните, мы в прошлой передаче, и очень я рад, что совпало это полностью с нашим миросприятием, мы же говорили, что даже вопрос авиапрома любимый, это как бы здорово, но всё начинается даже с русской песни, с русского языка и с русской песни, абсолютно слушательница права. Спасибо. Ну, на этом мы завершаем следующую часть нашего разговора, хотя, конечно, мы стоим на пороге следующего этапа. Очень хотелось бы, чтобы этот этап следующий в виде передачи очередной состоялся с нашим сегодняшним гостем. Напоминаю, в программе «Традиции» принимал участие председатель движения развития, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, действительно государственный советник Российской Федерации третьего класса Юрий Васильевич Крупнов. Спасибо вам, Юрий Васильевич. Вопрос важнейший для страны, и, конечно, очень важно его понять как основу, а дальше уже все проблемы будут решаться, когда будет решен самый главный вопрос. Провел передачу Владимир Онищенков. Всего доброго.